Здорово, друзья мои! Тут я недавно повысил уровень своих знаний в шкурах. Хочу вам рассказать одну историю, как я провел исследование по поводу, как шкуры ищут тебе папиков и обманывают пацанов. В интернете, ну, наверное, в ВКонтакте есть группы по знакомству. Ну, они как вроде бы обычная группа по знакомству. Я не буду называть там имен, названия групп и возраста, и т.д. Вот, просто скажу так, что есть группы, где, значит, люди могут, ну, бабы там или парни, могут, значит, кидать в предложку, значит, в свои посты и, значит, их публикуют, и потом вроде как бы она попадает в эту группу и там, значит, на стену, и вроде как бы там это, все там комментируют, ставят лайки, ну, узнать, есть такие группы, их много. Вот, ну, а эта группа была особенная. Я вам что хочу сказать. Во-первых, в этой группе были одни бабы. Уже странно, да? Вот, одни бабы. Причем определенного возраста где-то от 15 до 20 лет примерно. То есть строго вот этот вот возраст, самый шкурный, и причем не 25, там не 30 лет, там не 40, там, а именно вот такой определенный шкурный возраст, значит, и самое главное, что тип фотографий, которые они там постят, они явно не для знакомства, они явно не для каких-то там отношений, они там постят там всякие такие вот, ну, свои там ноги там, и всякую хуйню вот эту вот там, жопу, блядь. Ну, то есть, что обычно шкура может там, как, ну, привлечь внимание к себе и со стороны парня. Вот. И, значит, я, соответственно, раскусил эту группу. Ну, как, может быть, админ и, может быть, дурачок не понимает, да, что там у него постят, но, тем не менее, я это дело раскусил, и начал писать комментарии, соответствующие, разблочающие, обойти по поводу этих шкур, что они все шкуры, и, значит, значит, и, ну, как всегда, бездельницы и т.д. и т.п. Вот. На меня палился, там, значит, огромное-огромное количество говна палилось. Просто вот, закомментировали просто там эти шкуры, и не одна, а много шкур закомментировали меня тем, что я там такой обижен, ну, как всегда, знаете, вот они, у них обычно вот это вот есть такая отговорка, там это шаблоны, ярлыки они вешают, что вот, там, обиженный, то есть, да, блядь, значит, неспособный, не мужик, ну, как всегда. Вот. Это уже показатель того, что, значит, бабы, значит, я их разоблечил, разоблечил. Но, мало того, одна из этих шкур мне написала личку, значит, ВКонтакте, и начал рассказывать просто свою жизнь, что она одинокая, там, якобы, типа она, ну, ну, как бы, не ей друзей туда-сюда, ну, по ее странице, было видно, что, на самом деле, есть у нее друзья, она далеко не одинокая, и, блин, явно не грустит, там, с подружками, там, или еще с кем-то, вот, и в статусе есть друг у нее какой-то, в общем, не суть. Сначала она все это писала, все эти слезливые, вот эти, значит, эти сообщения, ну, это обычная, значит, их не процедура, когда они так делают. она пыталась меня понять, раскрутить меня, что я себе представляю, то есть, богатый, небогатый, и, таки, я-то понял, что она хочет-то, вот, и когда я дошел до того, как я начал у нее, значит, узнавать, кем она работает, блядь, дошел до того, что, значит, ну, понятно, что возраст у нее там был, ну, это сказать, не слишком большой, вот, значит, чтобы прям уже работать, там, где-то серьезно, но я просто к тому, что когда разговор зашел о работе, о финансах, она сделала такое заявление, что может мне найти папика и, типа, и не ебать, блядь, жизнь, блядь, и, типа, жить спокойно, блядь, с папиком, вот, понимаете, то есть она уже, вот, именно в начале жизни баба, типичная баба, пытается себе поставить в такое положение, чтобы искать себе богатого папика и нихуя не делать. Поэтому, парни, будьте аккуратны в этих группах, их очень много и, знаете, вот я, после вот, значит, вот этой группы, после общения с этим шкуром я понял одну вещь, что все бабы, вот, современные, там, не знаю, от 15 до, ну, грубо говоря, до 25, да, они все, все поголовно, вот, 100% все шкуры, вот, полное шкурье, то есть, то есть я даже не знаю, есть ли среди них нормальная, воспитанная какая-нибудь девушка, блядь, вот, все нахуй, вот, просто, блядь, даже не знаю, 300%, блядь, одно шкурье, вот, понимаете, это, вот, найти нормальную девушку сейчас, это все равно, что вы какую-то лотерею, блядь, выиграть, вот, потому что они все сразу себя так ставят, да, ну, себя, и, перед своей жизнью, перед парнями, что, типа, все, обеспечивай, все, я вот, значит, у меня есть пизда, которую ты будешь ебать, и за это будешь меня содержать. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,